Уважаемые студенты, всем здравствуйте! Я вас приветствую на занятии по дисциплине введения в специальность для студентов образовательной программы юриспруденции. Мы с вами изучали тему, раскрывали во время занятий тему профессионального образования юриста, то есть где может обучаться юрист, какие знания, какие навыки формуются в высшем учебном заведении, какие уровни образования в данной образовательной программе вы можете получить, в каких сферах деятельности вы можете быть задействованы. Все эти вопросы мы с вами раскрывали во время предыдущих занятий. Сегодня тема нашего семинарского занятия называется «Профессиональное образование юриста». Мы его будем проводить в форме командной работы, то есть вы будете работать в команде. Для чего необходима работа в команде? Прежде всего у вас будут формироваться навыки. Во-первых, командная работа, то есть вы должны будете работать в команде. Во-вторых, это лидерские навыки работы, лидерские навыки. Третье, это умение на себя позиционировать, умение позиционировать свою профессиональную деятельность. Это умение формирования, точнее, ораторского мастерства, публичного выступления. Вот такие вот задачи перед нашей дисциплиной стоят сегодня. Итак, наша командная работа будет состоять из двух туров, точнее, даже из трех туров. Первый тур. Сейчас я даю задание. Соответственно, вы на время задания выполняете. Это еще один навык, то есть тайный нуженок, это координация времени, умение работать во времени, координировать деятельность в временном пространстве. То есть умение правильно распределять время, экономить время, ну и так далее. Итак, первое задание. Сейчас вот команды у нас получились Фемида, команда Адлет и команда Зангер, да? Команда Зангер, да? Да, Зангер и Адлет. Значит, три команды у нас. Сейчас мы работаем в порядке, в таком. Командой составляется 10 вопросов по всем пройденным темам. Эти вопросы вы будете задавать вашим соперникам, командам соперников. Фемида задает Зангер, Зангер будет 10 вопросов задавать Адлету, Адлет будет задавать Зангеру. Обязательно вы должны определить капитана команды, который будет регулировать вашу деятельность. В вашей команде должен быть обязательно капитан команды. Далее, по окончании занятий, та команда, которая будет победителем, первое место занимает та или иная команда. естественно, будут выставлены соответствующие главы в виде оценки «Отличный». Кто занял второе место – оценка 4. Кто занимает третье место – соответствующий оценок. Понятно, да? Все. Значит, первое задание – это составить 10 вопросов. На это вам дается 7 минут времени. Итак, время пошло. Работаем. Составляем 10 вопросов. Итак, время пошло. Участвуют все. Участвуют все члены команды. Участвуют все члены команды. Время. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Вы выбрали эту специальность, специальность юриспруденция, так как. Мы выбрали эту специальность, специальность юриста, так как. И вот вы начинаете писать. Одно предложение написал капитан команды, передал следующему члену команды, вы передаете следующему. И таким образом в течение 10 минут пока не закончится ваше время. По одному предложению. Если к вам вернется эссе, вы дальше дописываете, но выдерживаете 10 минут. Понятно, да? Итак, время пошло, работаем. Время пошло, работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 так как у него большое будущее и выбор. А также мы хотели знать свои права для того, чтобы защищать свои права и права граждан Республики Казахстан. Знания юриста пригодятся в любой сфере деятельности. Спасибо. Следующая команда, команда Фемида. Команда Фемида попадется в бой. Мы выбрали специальность республики, потому что она является на сегодняшний день одной из востребованных профессий. В данную профессию мы выбрали, чтобы участвовать в школе. Нам данная профессия показалась очень интересной и разнообразной. Данная профессия является на сегодняшний день одной из престижных профессий. Мы еще выбрали эту профессию для защиты своих прав и других людей, также для служения Родины. Спасибо. Мы выбрали эту специальность, так как мы считаем, что это очень перспективная и разнообразная профессия. Говоря о разнообразии, мы подразумеваем, что после окончания обучения у нас будет возможность работать в различных сферах и в различных областях этой профессии. Мы поступили на юриста, потому что эта профессия везде всегда востребована и знать законы всегда нужны и никогда не помешают. Мы любим нашу профессию и будем учиться и стараться. Спасибо. Хорошо, Ольга, а почему такие аплодисменты судьи у вас? Вот таким образом мы завершили. Но было основное условие. Капитаны команды не выступают, а выступают именно спикеры, которых назначали. Немножко в команде Фемита получилась такая перестановка в первом туре и в последнем туре. Соответственно, состязание и состязание. То есть по этому результату мы вам снимаем один балл, потому что такая перестановка была. Две команды получают, они выдержали условия. Команда за анкер по тайм-нафискам выдержала условия. Соответственно, вы получаете по 5 баллов, а команда Фемита получает по 4 баллов. К этим образом мы подводим итог. Уважаемые студенты, поднимите руки вверх. Поднимите руки вверх. И похлопайте те из вас, кто любит свою будущую профессию. Я очень рада, что вам самим нравится ваша профессия. Поглопайте нам, преподавателям, которые вам преподавали. Которые стараются преподавать вам. Вот вы сейчас сами рассказывали о том, чтобы получить образование, чтобы получить образование по той специальности, по той образовательной программе, которую вы выбрали для себя. Смотрите, сколько разных мнений вы вы сказали. О том, чтобы, во-первых, все сошлись во мнении, что у вас должно быть качественное образование. Вы выбрали эту специальность для того, чтобы защищать права людей, которые нуждаются в вашей защите. Будете ли вы адвокатами, будете ли вы прокурорами, будете ли вы следователями, будете ли вы юристами в различных организациях, предприятиях, учреждениях. Везде вас ждет интересная работа, интересные люди, которые будут к вам приходить, делиться с вами жизненным опытом на вашем рабочем месте. В вашей помощи будут нуждаться люди, которые в ней нуждаются. Возможно, это будут малые мужчины. Возможно, это будут дети, которые будут нуждаться в вашей помощи. Возможно, это будут женщины, которые оказались в трудной жизненной ситуации и им требуется защита бытового насилия. Возможно, перед вами будут инвалиды, которые будут нуждаться в вашей бескорыстной помощи без оплаты. И вы будете теми людьми, которые будут оказывать скорую, неотложную помощь, оказывая именно юридическую помощь. Возможно, среди вас сидят будущие герои, когда вы будете спасать и не только оказывать юридическую помощь, юридическую консультацию. Возможно, среди вас сидят герои, которые окажутся просто-напросто в той ситуации, где будет нужна вам простая помощь по отношению к людям, которые нуждаются в этом. Поэтому, светлого пути вам, ребята. Спасибо всем за внимание, за сегодняшнюю занятию. В итоге, подводя итоги, я хочу сказать, что сегодня с 11 баллов зарабатывает команда Зангер, команда Семида зарабатывает 8 баллов, и команда Атлет зарабатывает 9 баллов. Итак, победила команда Зангер. На втором месте команда Атлет. И команда Кемида. Вопросы ко мне есть? В общем, больше полчаса. Спасибо. 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 Спасибо.